Всем привет! Приветствую вас на своем канале! Сегодня мы поговорим о таком молодом российском актере армянского происхождения, как Микаэл Арамян. Он восходящая звезда российского кино, который запомнился зрителям благодаря своей работе «Меодране лестница в небеса». Микаэл родился в Ереване в 47-й годовщину Великой Победы, 9 мая 1992 года. Но вырос мальчик не в столице Армении, а в столице России, куда родители перевезли его и старшего брата Ливона, который позднее стал доктором. Микаэл ходил в московскую общеобразовательную школу с углубленным изучением испанского языка, номер 1252 имени Мигеля де Сервантеса. И к 2009 году, когда юноша получил аттестат зрелости, уже владел этим языком. После школы Микаэл, который еще в подростковом возрасте решил стать актером, попробовал поступить в различные столичные театральные вузы. В итоге он оказался на актерском факультете Института современного искусства, а впоследствии вошел в труппу Московского армянского театра под управлением Славы Степаняна. И уже неоднократно выходил на театральную сцену в различных постановках. Также молодой человек, пользуясь эффектной внешностью, пробовал себя в модельном бизнесе и участвовал в фотосессиях для рекламы популярных брендов. Первый опыт работы с кинокамерой Микаэл получил еще в 12-летнем возрасте, когда снялся в криминальном триллере «Шпионские игры. Нелегал», где главной звездой был Игорь Костолевский. В фильме речь пошла о приключениях офицера ФСБ в отставке, которого решили завербовать американские власти. Через 6 лет в фильмографии артиста появилась мелодрама «Как выйти замуж за миллионера» о журналистке Жене Красиловой, которая поспорила, что может стать женой олигарха за один месяц. Еще одна эпизодическая роль ждала начинающего актера в фильме «Неравный брак», где речь пошла о девушке Алисе, которой пришлось выйти замуж по расчету за состоятельного бизнесмена. Мелодрама транслировалась по Первому каналу и получила очень высокие рейтинги. В комедии «Старый новый дом», вышедшей в 2013 году, Микаэл предстал перед зрителями в образе отрицательного персонажа. Он там сыграл брачного афериста. Но главная работа на сегодняшний день актер считает драму Григория Любомирова «Эта лестница в небеса», которая была снята еще в 2013 году, но в мировой прокат попала спустя лишь два года. А на российские телеэкраны вышла только в марте 2016 года. Эта драматическая история создана российской командой по мотивам корейского сериала, но с большими изменениями. Актер рассказывает, что ему впервые в кинокарьере пришлось летать на вертолетах и участвовать в автопогонях. Многие трюки Микаэл выполнял сам, но в сложных сценах артиста подменивали каскадеры. В 2014 году на телеэкраны вышел еще один фильм. Это драма «Крестные» об Акушире Алёхе, который решается на эксперимент поведению родов у женщины, находящейся в коме. Микаэл получил в фильме второстепенную роль. В 2016 году Микаэл снялся в новой картине армянского режиссера Царика Андрея Асяна «Землетрясение», рассказывающая о страшной природной катастрофе, охватившей почти половину территории Армении. В 1988 году главные роли в фильме исполнили Константин Лавроненко, Мария Миронова. Кинолента получила очень высокий зрительский рейтинг и собрала в российском прокате более 3 миллионов долларов. Молодой актер Микаэл еще пока не женат. Артист пока не думает о личной жизни, а сосредоточен на профессиональной актерской карьере. Свободное время предпочитает проводить в кругу большой семьи. Поклонники приписывают Микаэлу роман с партнершей по фильму «Лестница в небеса» «Житницкой веры». Но, как утверждают молодые люди, их отношения не более, чем хорошая дружба. В 2016 году актер присоединился к благотворительному центру «Верю в чудо», с волонтерами которого стал посещать тяжело больных детей, инвалидов и участвовать в выставках и благотворительных акциях. Первая встреча с сотрудниками центра у него произошла на Международном фестивале «Садов и цветов» в Москве в 2016 году, где Микаэл помогал с организацией реабилитационного центра для слабовидящих детей. Регулярно на своей страничке в Инстаграме артист выкладывает фото малышей, которые нуждаются в лечении. В 2016 году в СМИ стали замечать актеров в компании симпатичной блондинки, украинской певицы Алина Гроссу. Пара несколько раз засветилась в кафе, где молодые люди, не стесняя взоров посторонних, проявляли нежные чувства друг к другу. Сблизила их совместная работа над клипом вокалистки, где артист выступил главным героем. Сейчас Микаэл по-прежнему находится на высоте, о чем свидетельствует творческая биография артиста. В 2017 году Микаэл порадовал поклонникам участием в лирической комедии «Любовь в городе ангелов», где снялся в главной роли вместе с Натальей Рудовой. Неромантичные юноша и девушка решаются на серию свиданий, на каждом из которых стараются проявить себя с самой худшей стороны. И тем не менее, между ними вспыхивает сильное чувство. Долгожданная премьера кинокартины состоялась 28 сентября 2017 года. В этом же году актер также прошел кастинг на главную роль в клипе певицы Анны Седоковой, на песню «Не твоя вина», где снялся вместе с Анной и украинской моделью, и актрисой Иваной Ануфричук. На видео Микаэл предстал перед зрителями в роли успешного предпринимателя, который позволяет себе играть чувствами в возлюбленные. Фильмография Микаэла Арамяна На этом мой рассказ подошел к концу. Пожелаем же Микаэлу новых успешных ролей и интересных работ в разных проектах, а мы будем ждать выхода новых его фильмов. Пожелаем ему удачи, везения, личного счастья и всего самого-самого. А я с вами прощаюсь. Все, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Буду очень рада видеть вас, своих подписчиков. Кому понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Если у вас есть какие-либо пожелания на своих любимых актеров, актрис, или пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я исполню все ваши пожелания. Пишите имя, фамилию и что бы вы хотели увидеть на данного человека. Всем спасибо большое за внимание. Удачи вам, всех благ. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok